Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня сейчас я снимала видео про 4 ошибки, которые мы основные, которые мы совершаем при выращивании рассады. И хочу сразу же ответить на вопрос Татьяны Панковой, которая мне написала в Однокласснике и спросила, почему листья подвидают, сохнут и опадают. Я сейчас выскажу свое мнение, но вы понимаете, что причины у каждого могут быть разные. У кого-то листики, например, подвидают и сохнут, может быть, из-за высокой температуры, у кого-то из-за недостатка питания. Я сейчас расскажу вот про свои посадки. Вот у меня Настенька. Ей сегодня, 4 апреля, исполнилось ровно 2 месяца. Вот я про эти нижние листики, я уже один раз говорила и про семидольные, что когда семидольные сохнут, желтеют, отпадают, это нормально, они уже выполнили свою роль. Но вы видите, что у меня вот здесь вот, на моих Настеньках, видите вот эти вот, как черенки или как их назвать, я сама специально вот эти нижние листья обрезаю. Потому что, во-первых, это есть такой метод, не буду я распространяться, но есть такой метод, тормозим, чтобы немножко затормозить рост растений, мы понемногу обрезаем, удаляем нижние листья. Я не боюсь это делать, потому что эти листья сейчас при высадке в теплицу или в открытый грунт, мне все равно придется удалять, потому что я буду вот так вот еще немного заглублять. Все мы заглубляем или потом окучиваем. И эти листья нижние, они в принципе уже выполнили свою роль. Вот я, например, их обрезаю, у меня нет никакой, как сказать, тревоги, что я что-то повреждаю. Потому что у меня вот вверху здесь нарастают интенсивно новая вот эта зеленая масса листья. И когда верхние очень-очень быстро нарастают и образуются, ничего страшного нет, что нижние мы потеряем. Они нижние листья, да, обычно они и желтеют, они старые, они вот даже в открытом грунте, когда высадишь, вот эти нижние листья мы в первую очередь будем потом удалять, когда будем посынковать, они все равно засохнут и упадут. Почему у каждого из вас, вот, например, у одного, я уже повторюсь, по одной причине могут отпадать, у другого по другой. Основная причина, это недостаток, например, питательных веществ. Если грунт бедный, то у наших растений, вот эти вот томаты, они имеют такое свойство, они, образуя молодые листья, отдают все питание вот этой молодежи, а про эти листья, про старые, как бы забывают, что они им уже не нужны. Для вот этого растения, для молодой рассады, важнее всего создать новый лист, создать, они стараются как создать новый лист, создать кисть цветочную, чтобы зацвести, создать плод. Они считают вот эти нижние листья уже второстепенными, на них никто не обращает внимания, я имею ввиду растения. Поэтому, если какой-то один или два листа у вас завяли, пожелтели, отпали, я не думаю, что это повод для беспокойства. Но, опять же, нужно выяснять причину, может быть, вам требуется подкормка. Вот этим растениям точно не требуется подкормка, они толстые, зеленые, здоровые. Я торможу их всеми способами, средствами, какие я знаю, потому что мне не нужно, чтобы они разрастались. У нас нынче весна очень странная. В прошлом году в это время мы копали уже грядки, тоннели делали, 10 апреля высаживали. Сегодня 4 апреля, у меня такие сугробы, что я даже проползти. Не могу в теплицу посеять капусту, в холодную теплицу. И поэтому я вот эти помидорки, я их даже не рассаживаю, чтобы они не разрастались, не толстели, не цвели. Чтобы у них немного было как, ну, немного ущемить их, чтобы они немного помедленнее развивались. Но у них состояние очень хорошее. Я надеюсь, в конце этого месяца мы поедем на постоянное место, высажу их в теплицу. Но вот про нижние листья, я еще раз повторюсь, отвечая Татьяне, я не думаю, что это повод для беспокойства, если у вас нижний 1-2 лист завянет и отпадет. Все равно мы их будем убирать. Видите, я вот сегодня зашла сюда, обрезала все нижние листики. Во-первых, чтобы на них не требовалось питательных веществ лишних. Во-вторых, это немножко, конечно, стресс для растения. Оно чуть-чуть остановится в росте день-два, а потом она снова начнет расти. И вот по состоянию им сегодня 2 месяца. Рассада очень хорошая, такая зеленая, упругая. Видно, что листики такие толстенькие, жирненькие. Рассада радует меня своим внешним видом. И хорошо, что она еще не выкинула ни цветочную кисть, ничего. Мне кажется, мы вот нынче как раз совпали с датой, с внешним видом. Как раз пока появится цветочная кисть и наступит время высаживаться в теплицу. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я вот высказала просто свое мнение про эти нижние листики, которые отсыхают, засыхают, желтеют. Я вот со своими листьями поступаю так. Я считаю, что они уже не очень нужны нам. Все равно будем заглубляться, все эти нижние листья будем убирать. Нам главное, чтобы у нас верхушечка развивалась нормально, чтобы были новые листики. Скоро покажутся бутончики и тогда будем высаживаться. До свидания.